В Ульяновске глава региона встретился с матерями и женами погибших военнослужащих. Женщины обратились к Алексею Русских с просьбами, личными проблемами и предложениями. К примеру, попросили обратить внимание на состояние Ишеевского кладбища. Женщины отметили безобразное отношение к могилам и плохую уборку. Также обратили внимание на изменение места остановки общественного транспорта, для которой даже не предусмотрели пешеходную дорожку. В режиме реального времени глава региона давал поручения и сам записывал просьбы матерей. Мы никогда не забудем их подвига, никогда не забудем, что они совершили для Родины, для каждого из нас. Никогда не оставим вас без поддержки и внимания в любой жизненной ситуации. Сейчас в регионе действует несколько организаций, которые оказывают помощь семьям погибших военнослужащих. Одна из таких сердце вновь оживет. Это центр реабилитации для мам, жен, сестер. С женщинами работают психологи. Там же они занимаются рукоделием, делают плакаты, подделки и плетут маскировочные сети. Работа пальцев и рук помогает в снятии тревожности. На летний период мы с мамами плели маскировочные сети для ребят на передавы. То есть материнское сердце, оно же, как говорится, был один сын. И стало много. То есть все, кто нам передали, это все наши ребята. Встречу с семьями погибших приурочили ко дню государственного флага России. Ведь с ним связано немало героических страниц российской истории. Женщины вспомнили своих героев, рассказали об их подвигах. У Александра Флегонтовой отец сражался в Сталинградской битве, свекор был участником Курской дуги, а сын героически погиб в Афганистане. У меня фотографии сына, билет все. И я вот стою как солдат и слушаю внимательно речь Путина. Как он все доходчиво рассказывает. А у меня вот, знаете, такая гордость за страну. Пока в стране будут такие герои, наша Родина будет под защитой. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.